Привет всем! Сегодня хочу рассказать вам о складном ноже, таком малыше от компании Enlan. Увидел я его на одном из форумов и мне очень понравился вот его клинок. Забился я в него, он там примерно 10 долларов стоит. Решил заказать, походил с ним уже две недели на кармане. Ничего такого серьезного, конечно, я им не резал. Картон, скотч, коробочки, корма кошачьего. На самом деле очень хороший приятный ножичек, без каких-то особых претензий, но довольно приятно. Итак, немножко расскажу о нем поподробнее. Здесь фреймлок из какой-то нержавейки сделан корпус. Вот такой типа дизайн. Здесь такой звездный есть. Карабинчик вместо клипсы. На самом деле, мне кажется, идея, в общем-то, неплохая, но оформление ее довольно убогое. Карабинчик, в общем-то, нормально, удобно носить его, допустим, на петле, на штанах, на джинсах, но сам карабинчик довольно хлипкий такой. Довольно хлипкий. Пока он нормально держится, но что там будет дальше, посмотрим. Значит, здесь раз, два, три. На трех винтах он держится, этот нож. Плюс осевой винт. Клиночек. Длина клинка. Примерно семь сантиметров. 21 миллиметра. Ширина. Спуски от обуха. Сталь 80R13MLV. Такая стандартная китайская сталь. Есть, конечно, несколько недостатков у него. Несколько косячков, так скажем. Вот его. Немножко не по центру, но, в принципе, это не критично для такого ножа. Самый большой его косяк, это то, что его замок, он довольно мелкий. И вот это вот расстояние здесь, оно очень маленькое и неудобно, неудобно, немножко неудобно закрывать. То есть нужно прилагать большое усилие. То есть он сам по себе жесткий. Вот. И вот это вот сочетание жесткости замка и маленького здесь вот расстояния. В результате этого приходится много усилий прилагать для того, чтобы закрыть замок. И первое время у меня даже прям как бы такие водянки, такие раны. То есть я себе натер пока вот приспособился, пока он немножко разработался как-то что ли. Сильно затянут он, то есть нельзя им как-то пощелкать. Вот он такой. Ну вот просто мне геометрия, сама геометрия клинка очень понравилась. Вот. Это в 2 миллиметра у него толщина обуха. Если не ошибаюсь, дизайн спёрт с какого-то бокера. По-моему, есть такой какой-то вот бокер плюс, очень похож на этот нож онлайн. Где-то когда-то мельком я видел этот нож, бокер я имею в виду на каком-то каком-то интернет-магазине, но как-то не запомнил. Вот. И когда уже искал специально для этого обзора, не нашел. Приятный такой, приятная безделушка такая. Я еще его ни разу не точил. Бумага влажная. Он уже немножко затупился. Бумага лохматит у нас. В общем... Ай! Бумага отсырела тут на природе. То есть, когда я его получил, он был острый. Он и резал с вывертами, и по-разному. Ну, сейчас видите, тут где бумага посуши. Ну, режет он, в общем, до сих пор неплохо. Просто бумага сырая. Вот. И поэтому... Поэтому... Не очень кажется. Хорошо режет палочки. Довольно крепенький такой. Вот. Замок. Пяточка заходит примерно наполовину. Учитывая то, что этому ножу никогда не будет даваться какая-то серьезная нагрузка. Я думаю, он будет... Не сильно вырабатываться этот замок. Вот. Поэтому... Поэтому прослужит он долго. Вот такой вот нож. Небольшой. Для повседневного пользования. Тем, кто любит недорогие ножи, в принципе, я рекомендую. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.